Девушка, извините. Подключись, пожалуйста, на часы смотрят, поторопись, типа джентльмен туда-сюда. Девушка, что случилось? Мужчина, ну я шла, смотрите, несла, а мужчина врезался в меня. Послушайте, все разбежно. Мужчина, ну что ж, не смотрите, куда вы идете, а? Я на день рождения еду к маме, ну поймите, ну что мне делать-то теперь? Ну, знаете, я вот на вашем месте. Додавливай. Додавливай. Еще бы шоколадку купил, ну смотрите, девочка расстроилась. Ну не надо, ну что, сколько он стоит? Я думаю, если он настоящий мужчина, он вам все компенсирует. Да, я правильно говорю? Катя, еще поплачь, пожалуйста. Прям на жалость, прям давим. Да у меня денег все будет немного. Вот так, ну что ж такое? Вы скидывались с братом, понимаете, на этот подарок мама специально выбирала, я упаковывалась сейчас. Сколько он стоит у вас? Сколько? Сколько подарок стоит? Ну? Сейчас, у меня чек, у меня есть чек, вот смотрите. Вот сколько там, 3700, плюс еще упаковка. У меня столько пустотных. Ну, мужчина, вы скажите, ну вы что мне делать? Вот никак, вот эти мне обратно сейчас все буду дарить. Он вам все компенсирует, правильно? Правильно я говорю? Сейчас посмотрим. Нет, ну вы вообще что за мужчины пошли, я не понимаю. Не надо кричать, не надо кричать. Я не кричу, вы просто мои моржи, понимаете? Кошелек достал. Ну вот, с половиной больше нету, я больше нету. Ну ты все хорошо. Я просто больше нету. Нет. Я прошу вас, возьмите, возьмите. Вы меня просите, я тоже вас прошу. Простите, простите. Все, извините. Ой, что делать-то? Дело сделано. Ровно с пола подняли 3 700. Все, начинаем операцию антилоха. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Степан. А меня Влад Чижов. Узнаете эту девушку? Вы всем так даете деньги за пустые коробки? Катя, покажи, пожалуйста. Смотрите, что у нас здесь, Степан. Вы же не посмотрели? Ребят, вы же... Это ничего не стоит вообще. Вы вас разыграли. Мы это взяли или в кафешке, или где-то... Да, в хозяйственном магазине. Совершенно бесплатно. Это просто бой. Ребят, простой советский человек. Я иду, успокоить меня. Выбирайте. Степан, ну это не совсем розыгрыш на самом деле. На вашем примере хотели показать другим людям о том, что вот так вот расслабляться нельзя. Что отдавать вот деньги первым встречным поперечным просто за то, что красивая девушка и коробка красивая, тоже совершенно этого делать не стоит. Не вам нас ругать, это нам нужно ругать вас за вашу легкомысленность. Ну вот вы такой джентльмен, торопитесь. Ну что вам мешало, например, дойти до магазина и предложить девушке купить точно такой же сервиз или вазу? Растерялся, просто растерялся. Впервые такой. А вот мошенникам этого и надо. Вы теряетесь, смущаетесь, что-то начинаете себе придумывать, а и тут же чехлите деньги. Ну эти деньги, наверное, ваши супруги. Деньги. Ваши деньги. Да, верните. Кстати, вы даже не вспомнили, вы же мне отдали последние деньги. Я видела у вас. Проверьте, не волнуйтесь. Я очень надеюсь, что вы не будете против, если я вот это все использую в своем реалите. Да нет. Ладно, Степан, я надеюсь, что вы будете осмотрительней, а деньги приберегите для семьи и для жены. Спасибо, конечно. Вообще, вы меня шокировали. Извините нас еще раз. Всего доброго. Счастливо.